Давай нормально что-нибудь снимем. Мы продолжили строить царскую беседку. Почему затягиваются стройки, стройка и так далее? Друзья, я приветствую вас. Это Евгений, компания Моспещер. Мы начинаем четвертый выпуск нашей грандиозной мега стройки. Это царская беседка. И сейчас я расскажу что мы сделали. Мы сделали там барбекю, кинули плитку вокруг беседки, поставили рамы для безрамного остекления. Звучит смешно, но так оно и есть. И сейчас начинаем. Мы заказываем гранитную столешницу на барбекю комплекс. Будем делать санузел, будем делать хозблок. А теперь пойдемте внутрь и покажу вам что мы сделали. У нас уже стоят рамы для безрамного остекления. Вот это все, где Никита сейчас стоит. Никита поздоровался с нашими подписчиками. И здесь уже есть направляющие и по этим направляющим будет ездить безрамное остекление. Друзья, и вот безрамное остекление. Как безрамное? Здесь есть какие-то небольшие. Вот мы хотели там сделать в ходу дверь, но передумали. Смотрите, вот они так собираются. Мы это все помоем, вызваем клининг. Вот здесь вот все почистим. Это окна 11. Екатерина, привет. Вот и вот так вот все сдвигается. И те же окна также сдвигаются. И получается то, что это открытое помещение. Очень круто, потому что вот сейчас жарко, сейчас 20 градусов. И откройте, сидите здесь комфортно за столом. Ну блин, это писан лав. Это вообще-то бомба. Что-то показывает мне Никита. Я не понимаю, что он показывает. Подойди тебе. Привет. Ну вот, короче, никто сказал про плитку, сказать. Здесь мы, друзья, тоже положили плитку. Это клинкерная плитка, которая переходит аккурат в аккурат в плитку, которая внутри находится. Здесь мы сравняли с профилями. Здесь чуть ниже. Здесь шов заделается. И, собственно говоря, у нас безрамное расцикление двигается по этим направляющим. Споты заказал Вадик Михайлович. Ну, здесь будут все, там будут все споты. Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там. И мы нашли только на Viberse их. Они стоят там стоящим тысяч рублей. Там их сколько? 18, что вы заказали? 16, не помню уже. Приходит споты. Мы их ждали недели на три. Иван Евгеньевич прислоняет, короче, и они по цвету... Они, короче, сливаются. Они вот один, как это, кирпичный цвет пытались сдать. И в итоге нам сказали, вот вам они споты вернут. И мы их отдали в покраску. Только одна фирма согласилась их красить, потому что они одноразовые, оказывается, споты. Вот, и в итоге сейчас их красят. Это значит, что если лампочка и горит, то надо выкинуть споты. Вот, смотрите, друзья, потолок практически сделан. Это планкен-лиственница. Это те же балки ригеля, которые у нас были, только мы покрасили в цвет. И мы, как считаем, подобрали цвет к самому планкену. Вот, сейчас делается электрика. Много-много электрики, потому что у нас здесь будут розетки здесь. Розетка там, розетка там, выключатели всякие переходные, расходные. Стоит осушитель, потому что здесь очень влажно. Вот, и мы осушаем помещение для того, чтобы здесь было удобно наносить финишную штукатурку. Друзья, также у нас санузел. Санузел будет бомбический, потому что здесь будут рейки до потолка или, ну, не знаю, до потолка или до балки, которые будут нас обшивать вот этот весь контур. Смотри, друзья, мы еще помимо того, что делали беседку, здесь строят баня фирмы от Келла. Мы здесь облицевали в круг этим же кирпичом. Это ригель завода Тандем, он в Заводской Зоре. Мы заливали сваи, выстроили фундамент, чтобы кирпич в круг сделать. Вот. И заодно вам покажу то, что вот сзади вот такая стена, которая будет похоронена, которая не видно будет никогда никому. Здесь мы сделаем дровник, то есть здесь мы утеплим, вот здесь будет брусчатка подходить. И здесь сделаем огромный такой дровник из металла сварим, поставим, ну, не к потолку, но так, чтобы доставать было удобно. Здесь будет хороший дровник такой. Итак, здесь установили три дровника огромных, размер их 2 на 2,5 метра. Завтра привезем дрова, все это заполним полностью до верха. И один дровник у нас еще стоит в беседке, холодной зоне. Он, наверное, раз в два меньше. Ну, высоты такой же, чуть поуже. Тоже сухие дрова, камерные сушки, чтобы заказчик разжигал прямо с одной спички все. Также из-за того, что у нас большие свесы здесь, мы не можем установить классическую трубу водосточную. Поэтому здесь у нас с воронки будет спускаться в дождеприемник цепь. И вода будет по цепи истекать. Мы продолжили строить царскую беседку. И у нас уже плитка есть на полу. Заказчик выбирал эту плитку сам. Мы кинули эту плитку. Ну, смотрится достаточно хорошо. Мы начали уже делать отделку, плитку в санузле. Вадик нарисовал. И вот это вот так вот будет выглядеть. И это Versace. Versace, 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 Versace. Здесь будет не Versace, а в остальном будет Versace. Цвет плитки мы отвезли ребятам, которые будут изготавливать мебель. И они изготовят под цвет этой плитки мебели. И здесь будет такой финал. А здесь будет такая столешница. И раковина будет смонтирована. Ну, будем сверху стоять. Очень будет стиль и красиво. И вообще бомба. Сидишь на унитазе и смотришь в небо. Ну что, а мы с Ивановым где находимся? В санузле? Выходи, выходи, что-то спрятался. Смотри, у нас здесь поставили мебель, раковину, смеситель, зеркало, вот такая вот мебель. Ну, соответственно, унитаз, остались штрихи. Да, полотенцесушитель, как всегда, вот в заказе стоит полотенцесушитель 45-й. Нам привезли 50-й. Это заказная позиция. Ее будут изготавливать под заказ. То есть мы еще две недели теряем просто потому, что кто-то перепутал цифру и все. Ну и с разрешения оператора я вам немножко поделюсь своей болью. Это, наверное, не только моя, а всей строительной индустрии в целом в России. Почему затягиваются сроки, стройка и так далее? Вот смотрите, допустим, мы заказываем какую-то позицию. Мало того, что человеку был отправлен чертеж с размерами и так далее. Допустим, вместо вот такой балки он нам изготавливает вот такую. Ну, понимаете, да, профиль. То есть размеры даны линейные одни. Он делает то же самое, только разворачивает. Потом это три раза переделал, перекрашивает. И самая большая головная боль наша, наверное, у всех это есть, это русская болезнь. Пятница, суббота, воскресенье называется. То есть вы договорились с человеком о встрече в субботу или воскресенье. В 90% случаев он не приедет на нее. Потому что у него кто-нибудь заболел, он возил кота в больницу и так далее. Либо может просто отрубить все телефоны и не отвечать до понедельника. Поэтому, говорю, если вы готовитесь к стройке, имейте в виду, что стройки могут растянуться и не всегда это зависит от нас. Поэтому будьте к этому готовы. И это 365 день нашей телестройки. Согласен. Да, и мы счастливы. Поддержу. В общем, у нас уже есть светильники, кстати, в свете. Установлены. Они в периметр, кстати, смонтированы. И даже там, где дрова, там тоже видно. Видно дрова. Видно дрова. И чтобы пойти не убиться там, то там мы тоже повесили. Холодная зона. Холодная зона с холодным остеклением. Остеклением. Прозрачным. С нами царская беседка. И, друзья, мы приехали, чтобы познакомить вас с тем, что произошло, грубо говоря, там месяц. Мы в последний раз снимали видео. И что изменилось за этот месяц на царской беседке. И, грубо говоря, у нас уже скоро сдача. Что, давай познакомим? Пойдем. Давай познакомим со спотами. Со спотами? Да. А, споты подключили. Появились, да, споты. Появится еще нижнее освещение. И здесь, собственно говоря, мы убрали мусор. А, здесь снаружи все, да? И заселили по улице газон, посадили деревья. Картинка. По брусчатке, да. Мы ходим по брусчатке, которую, скорее всего, в прошлый раз не было. Поэтому сейчас появилась брусчатка. Что у вас поменялось в холодной зоне, Евгений Александрович? В холодной зоне у нас мы повесили телевизор. Мы покрасили камин в темный цвет. Мы поставили вот тот сервант, повесили вот эту полочку. Дровник сделали, правильно? Да? Дровник сделали? Да, дровник сделали. И все здесь, как бы, практически. У нас рейки, которые пойдут в теплую зону. Сейчас они скоро будут смонтированы. Это те злополучные рейки, из-за которых мы вот так вот здесь ходим, короче. Из-за которых 365 дней. И вот так вот выходим. Каждый раз приезжаем, короче, и ходим. Что бы нам сделать? А у нас рейки. Ну ладно, в общем, мы реально ждем. Рейки есть, но как бы они не все рейки. Они как бы есть, но и как бы и нет. В общем, мы ждем, пока рейки у нас смонтируют и вот в теплой зоне. А здесь у нас появился еще дополнительный стол, освещение. Вот такие вот бра, вот такие вот красивые, красивые синие тарелки. И теперь пойдемте в теплую зону. Теплую зону должна быть теплой, поэтому здесь уже тепло. Да, у нас здесь есть вариант. Техническое освещение появилось. У нас диван, просто он не может не сесть на диван. Поэтому сначала Вадим Михайлович расскажет про диван. Итак, расскажи о своих ощущениях. Что ты в этот момент чувствуешь, когда присел на этот диван? Мне хочется просто переключать каналы, вставать периодически к барной стойке и просто отдыхать здесь, расслабляться. Наверное, это кожа, да? Столик, 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 смотри. Это нереально мягкий диван, друзья. Он очень удобный, очень классный. И отсюда просто очень сложно встать. А покажи, где рейки у нас вот эти многострадания должны быть. Рейки у нас будут, друзья, по этой стене от барной стойки до угла, через окно и до вот этого прекрасного шкафа, который тоже мы сделали на заказ. Это для верхней одежды. Что у нас еще добавилось? У нас драцена появилась. Их там три штуки, кстати. Нет, мы смонтировали, собственно говоря, гранит везде по всей барбекюшке. Смонтировали вот такой вот прекрасный барный штаб. Ну, барная стойка. Барная стойка. Да, с этим уже с бокальчиком. Да, купили вот там ложки, вилки. Это все дело мы будем, когда рейки установят, мы будем все это мыть и раскладывать. Холодильник. Рабочая поверхность. Мойка. Посудомойка. Еще одна рабочая поверхность. Лапочки. Посудомойка. Посудомойка. Вот такие ящики здесь мы не будем открывать. Там запрещен. Здесь тоже ящики. Все вот это мы уже смонтировали. Печь под казан. Мангал. Русская печь. Печь. Что у нас там еще? Мойка здесь. Варочная поверхность, кстати, еще есть. Варочная поверхность, да, на две конфорки. Так он зажарку сделать. Как он называет? Микроволновая печь. Микроволновая печь. Микроволновая печь. Кофеварка. Вот такая вот высокая барная стойка. У которой, кстати, тоже очень круто вот тут сидеть. Это, кстати, стулья с бокальчиком. Без алкогольного просека. Или коньяка. Тебе надо сходить в санузел. И вот, кстати, прекрасная наша дверь. Где должны тоже быть рейки, которые мы ждем уже сколько? Больше месяца, да? Месяца полтора-два мы ждем. И, собственно говоря, мы заходим в санузел. Санузел мы доделали до конца. Вот наши доборы, которые осталось поставить. И все. Собственно говоря, мы здесь... Здесь будет офигенный мох. Ну, собственно говоря, унитаз. Вот. И сзади Никитос у нас есть дверь. Если, допустим, вы сюда зашли, туда вышли, а гости такие вас ждут, такие сидят там. А ты уже спишь, короче, дома. Это специальная задумка, чтобы выходить по-английски. Просто посмотрите на размер этого телевизора. У меня рост метр восемьдесят три. Ну, грубо говоря. Что-то в районе метр пятидесяти он отодвигается. Сейчас на видео все оторвался. Давадик упал. Это было бы маникальное видео. Обзор с мягкой зоной. Ну, это просто шикарная история. И здесь, кстати, еще будет сейчас изготавливается пуфик. Не пуфик, а такая... Ну, как что это? Ящик. Ящик с столом. На котором можно будет сидеть. И, кстати, выходить можно здесь везде. Можно здесь выйти на улицу. В общем, Евгений Александрович, мы уже подходим прям к самой-самой концовке. Это, кстати, стрижочки. Да, уже все, заканчиваем. И у нас зона теплая. То есть, холодная зона у нас полностью закончена. В санузле у нас уже тоже почти все готово. Если у нас дерево стоит зеленое, значит, у нас здесь есть тепло. Мы забыли сказать, что мы сюда отопление включили. И снег не идет. И Ваня каждый день ездит, уменьшает. Потому что здесь очень жарко. Вот. И все. И следующее у нас будет уже... Это конец четвертого выпуска. И следующее вы увидите уже в финалочку с обзором. Это прям обзор, да. В смысле с... Ну, в общем, мы здесь будем жарить мясо, тушить. Что-нибудь. Ну, в общем... Ну, в общем, угощать нашего заказчика вкусными блюдами. Да, да. Так что, друзья, следите за нами. Подписывайтесь на все наши каналы. На YouTube. На... Ну, на... На Instagram. В общем, ладно, друзья. Следите и смотрите финальный выпуск. И вообще, можете всю стройку посмотреть от первой до четвертой части. МОЗПИШ что делает? Строит. МОЗПИШ строит музыка.